Девушки отдыхают Аж из 2016-го, но тому есть объяснение Дело в том, что данная RPG по общим чертам опирается на механику классических древних ролевых игр, даже еще более древних, чем мы смотрели ранее И в виде исключения сегодня мы глянем ее К тому же сейчас, во времена правления Трампа, тирания как никогда актуальна Но не будем забегать вперед, сперва, как всегда, краткий экскурс в историю Существует такая компания под названием Obsidian Entertainment, чья судьба когда-нибудь должна стать сюжетом их типичной RPG Во времена лихих пентиумных времен жила-была студия Black Isle, которая подарила нам такие игры, как первые два Fallout'а, Planescape Torment и принимала участие в разработке Baldur's Gate В общем, приложила руку к созданию самых известных и культовых RPG-франшиз Но как-то не сложилось у них с деньгами, и издатель прикрыл данную студию Сотрудники недолго горевали и пустили свои силы на открытие новой компании Obsidian Entertainment, вновь продолжая радовать поклонников ролевых игр И дальнейшую биографию Obsidian'ов идеально иллюстрирует всем известная сказка про Колобка С кем только не работали Obsidian'ы и от кого не уходили Пришли они к LucasArts, стали делать им Катор II, однако издатель давил, наседал и как-то не задались отношения Побывали они в гостях у Bethesda, сделали им Fallout New Vegas, лучшее, что случалось с новыми играми по Fallout'у, но и тут не поперло Заглядывали они к Ubisoft'ам, выпустив игру South Park Stick of Truth, гениальнейшую вещь, но опять оказались за бортом Что уж тут говорить, Obsidian'ы даже приходили как-то и к Mail.ru, разработав для онных Armored Warfare, проект Armata И что бы вы думали? Опять разошлись, как штаны на заднице типичного задрота РПГ В общем, нигде не могли найти своего пристанища ребята из Obsidian, но поскольку любовь игроков к их проектам никуда не девалась То как раз таки фанатская масса и помогла разработчикам вернуться на подиум В 2015 вышла игра Pillars of Eternity, профинансированная с помощью краудфандингов В которой Obsidian'ы смогли реализовать множество своих давних задумок и подарить современному игроку опыт старых классических РПГ Игру приняли очень тепло, хоть в ней и были некоторые недостатки И вот спустя год, воспользовавшись наработками Поя, Obsidian'ы выпускают Тиранию И вот тут мы уже переходим к обзору Тирания представляет собой самостоятельную вселенную, никак не связанную с предыдущими играми И как я лично считаю, это РПГ на 95% про сюжет Но поскольку в других обзорах никто даже и не утруждал себя рассказать лаконично и ясно, в чем же собственно замес На помощь приходит Аркадий Я не буду спойлерить, скорее просто поведаю вам лор и немного завязку Твое лицо, когда увидел лицевую анимацию Mass Effect Итак, записывайте В неком людском мире крутизна человека определяется его владением магией Самых способных волшебников нарекают Архонтами Но помимо них также существует и еще более могущественный маг Кадга... Кайрос Хрен его знает мужчина он или женщина Видели его из ныне живущих лишь единицы Как и вашего любимого блогера Так вот, если представить, что Архонты используют просто скиллы То Кайрос владеет аж целыми ультимейтами, которые тут зовутся Эдиктами Мощь их настолько велика, что способна разрушать целые горы, насылать стихийные бедствия и уничтожать людей тысячами буквально по щелчку Ну а поскольку в человеческом обществе тот, у кого больше всех силы тянется к власти, то тут и выстраивается определенная иерархия Кайрос начинает захватывать земли одну за другой, в его рядах находятся Архонты и многочисленные армии И на момент событий игры остается лишь небольшая зона на континенте, которую еще не успел поработить Кайрос Она зовется Ярусами Честь присоединить Ярусы к Кайросу выпадает двум армиям — Опальным и Алому Хору Первые — это такие приверженцы дисциплины и тщательной военной подготовки А вторые — натуральные дикари, варвары и поклонники Масфект Андромеда И есть у них небольшой косяк — они адовейше ненавидят друг друга Каждая армия стремится показать свою мощь, заслужить расположение Кайроса и сделать завоевание Ярусов исключительно своим подвигом Все это выливается в постоянные стычки, войны, рака и щуки, однако Воз и ныне там, и Малые Королевства все еще не завоеваны И тут на сцену выходит ваш герой Вопреки заезженным ролевым клише, вы не являетесь ни благородным воином, ни какой-то маленькой сошкой, только начинающей свой путь Вы, так сказать, типичный здешний бюрократ, работник суда Кайроса с почетным титулом «Вершитель судеб», чьи возможности и обязанности невзначай подмигивают судье Дредду Как мистер Вульф из «Криминального чтива» вы появляетесь только тогда, когда необходимо решить проблемы, а иначе много кто гребет И здесь возникает еще одна особенность тирании Вам не предстоит выбирать между добром и злом, вы уже часть этого злого режима, что поглотил весь мир И если вы думаете, что я вам все это рассказал исключительно для того, чтобы потянуть время, то как бы не так Я наоборот сэкономил вам его, потому что сама игра начинается с того момента, где вам желательно понимать хотя бы суть происходящего После того, как вы выбрали, так сказать, корни своего персонажа и его базовые навыки, все это, кстати, также будет влиять в дальнейшем Вам предлагается возможность стартовать быстро или же откатиться от актуальных событий на три года назад И принять участие в самом начале похождения Кайроса по Малым Королевствам Делать это я категорически рекомендую, потому что тут вы принимаете решения, которые в ходе игры отразятся как на отношениях к вам различных персонажей и целых фракций, так и вообще на облике мира Некоторые зоны могут стать выжженными или разрушенными, целые локации совсем исчезнуть, народы вымрут и тому подобное Поэтому этот момент упускать я совсем не рекомендую Тут основная проблема возникает только с пониманием происходящего информации, придется поглотить слишком много, но я уже разжевал вам основы для того, чтобы спокойно начать игру Кстати, для тех, у кого память короче, чем мини-юбки нынешних школьниц, тут по аналогии с Википедией везде оставлены ссылки на многочисленные куски лора в тексте Так что если вы вдруг забыли, кто такие опальные или еще чего, то наверстать можно прямо по ходу диалога Но вернемся к завязке Поскольку две этих армии идиотов погрязли в холиварах и никак не могут захватить для своего владыки ни малейшего клочка земли То терпение Кайроса подходит к концу Он пишет новый эдикт, суть которого заключается в том, что если за восемь ближайших дней опальный и алый хор не объединятся и не захватят хотя бы даже цитадель мятежников То все эти малые королевства, включая тех, кто будет находиться внутри, даже ваш герой, будут уничтожены нафиг Эдикт торжественно вручается вам и вы отправляетесь к двум архонтам, которые командуют армиями опальных и алого хора для того, чтобы объявить им волю владыки И вот только с этого момента и начинается игра Вашему герою предстоит повидаться с обеими армиями, изучить внимательно их предводителей и мотивировать их заняться делом, а не тупить на месте Как я и говорил ранее, большую часть времени вы будете читать Тирания — это изометрическое РПГ, где вы не сможете придираться к лицевой анимации, потому что ее нет И воспроизведением деталей будет заниматься ваше воображение Но именно в этом и раскрывается прелесть этой, да и в целом олдскульных игр Чтение дарит вам множество подробностей об окружающем мире, раскрывает характеры и мотивы персонажей И чего сейчас практически нет в ролевых играх, позволяет действительно заниматься отыгрышем роли Вы можете как примкнуть к любой из враждующих армий, так и отвесить им хорошего дисциплинарного пенделя Или заняться исключительно реализацией собственных амбиций и наращиванием ЧСВ Как вариант, можете даже забить болтный дикт и скоротать недельку-другую в этом мире Погибнуть со всеми, а потом прочитать титры и гордиться, что прошел тиранию На суперконцовку Глубина здешних сюжетов настолько велика, что не то что дна, а даже дикшено не видно Например, вернемся к армиям Однозначно определить, кто из них все же хороший или плохой, не выйдет И в тех и в других полно мерзостей Дисциплинированные опальные, например, никогда не пощадят противника и не возьмут пленных В то время как у Алого Ордена с этим помягше Если попытаться разобраться в мотивации мятежников, то тоже можно проникнуться симпатией Даже какое-нибудь дикое племя волка людей окажется не таким и диким, если найти к нему подход В последнее время такой витиеватости некоторым не достает Путешествовать вершителю можно и одному, но гораздо эффективнее это делать в компании спутников И здесь тоже открывается довольно много приятных деталей Вы можете запихнуть в свой отряд представителей противоборствующих сил и наблюдать их вечные перепалки Можете найти себе личного биографа и увековечивать свои подвиги Наличие или отсутствие определенных персонажей в вашей команде Открывает или наоборот убивает возможность с кем-нибудь договориться и примириться Банально персонажи иногда рассказывают полезные сведения о мире, что пригодится для отыгрыша А помимо диалогов здесь есть еще два основных занятия Сражение и решение головоломок На битвах остановлюсь подробней Бой с недругами протекает в эдаком полуклассическом варианте Само сражение происходит в реальном времени, но в любой момент можно поставить игру на паузу И подкорректировать поведение ваших спутников Насколько это удобно, вопрос спорный Для любителей хардкора, конечно же, есть разные уровни сложностей На самых адских из которых можно потерять любого из героев в пылу битвы Или вообще сохраняться нельзя толком Но если волнует только сюжет, то закликивающий вариант также имеется Однако местами битвы уж чересчур начинают раздражать Например, довольно часто встречается ситуация, когда вы приходите уничтожить определенного человека А он буквально из ваших рук выскальзывает и убегает в самый конец лагеря, куда придется пробиваться через десятки противников Это слегка рушит темп событий Я хочу почитать сюжет дальше, оставьте меня в покое Конечно же, если вам это важно, то тут можно заниматься и скрупулезным развитием персонажа Вникать в таланты, создавать заклинания и менеджментить шмот Менеджментить Но мне не хотелось особо Графика? Ну сейчас я вам покажу, куда у вас будет сфокусировано зрение большую часть времени Графон тут особо не нужен, но он тут просто приятный и не совсем уж дикий Локации в очень редких случаях представляют интерес, а размер их достаточно мал Большую часть времени это просто безлики и серые декорации Ну а еще из недостатков я бы хотел вам сказать Концовка Но пускаться в спойлеры не будем Ее минус скорее не в эффектности, а в излишней линейности Но даже с учетом этого вы можете почувствовать желание перепройти игру и посмотреть, как же будут протекать события при иных выборах В общем, какие выводы я бы хотел сделать? Мое мнение, что тирания это очень интересный сеттинг Один из лучших за последнее время, что я встречал Благодаря этому мир игры, его законы и сам сюжет познавать становится интересно С чем были проблемы, например, у Pillars of Eternity Да, не стоит ожидать от этой игры излишней современности И это по большей степени старая школа со своими и минусами и гораздо более осязаемыми плюсами Если вы никогда не сталкивались с подобным жанром, то рекомендую пощупать именно тиранию перед тем, как погрузиться в дальнейшее исследование Ну а старичкам вовсю наслаждаться миром и лором Так что, по моему мнению, очень хорошая игра Вновь напоминаю вам про нелегкую судьбу обсидианов и их извечное невезение с деньгами Поэтому, если заинтересуетесь, ссылочку на Steam Тирании я в описании оставил Там, кстати, и отзывы других игроков, если мой авторитет для вас сомнителен Ну а на сегодня это все Вновь напоминаю вам про второй канал и самое постоянное, что сейчас есть СТРИМЫ НА ТВИЧЕ И прощаюсь с вами, до скорых и новых встреч! СТРИМЫ НА ТВИЧЕ